Я делаю четвертое видео, связанное с иммиграционным лагерем в Ричмонде. Сразу отвечаю на комментарии. Ребят, я в Москве, я не подавал на политическое убежище. Вернее, я отказался от убежища на втором интервью. Буквально вчера мне написали, типа, Илья, ты говоришь, что ты подал на убежище, и тут же ты оказываешься в Москве. Да, я изначально не то, что даже подал, а просто были основания для подачи. Вот так было решено службой внутренней безопасности, что я подаю на убежище, хотя я этого не делал, но тем не менее, мне передали в другой департамент. И на втором интервью я отказался от убежища. Просто в мои планы не входило подавать на политическое убежище в Соединенных Штатах. Ну, по определенным причинам. Так, сегодня мы делаем четвертое видео и поговорим о документах. Документы, которые будут сопровождать вас на этапах пребывания в иммиграционном лагере, на этапах интервью, на этапах подготовки к суду. Итак, давайте, наверное, начнем с бытовых вопросов. Когда вы оказываетесь в иммиграционном лагере, у вас есть возможность вести переписку и получать то, что вы хотите. Есть предусмотренные бланки для переписки внутри иммиграционного лагеря, есть предусмотренные бланки для переписки с вашим офицером, который курирует ваш вопрос из службы АЭС. Что такое служба АЭС, я вам расскажу в предыдущем видео. Итак, начнем, наверное, с внутренней переписки. Вот здесь у меня уже готовые бланки. Это то, что делал я. Я обращался два раза внутри иммиграционного лагеря. Первое – это по поводу изменения рациона еды. Тут я как раз спешу, что прошу поменять мою еду, так как я вегетарианец, я не употребляю мясо. Сразу скажу, что эта переписка, эта бумага лежала без движения около трех дней. И когда я второй раз подошел, спросил, почему ничего не происходит, они сказали, что для того, чтобы поменять режим питания, нужно сначала пройти медицинскую комиссию. Ну и задавали вопрос, на каком основании, почему вы хотите поменять питание, это связано с религией или еще с чем-то. То есть, такой вопрос был. То есть, вот такие вот бумаги. Как это все делается? А, и вторая. Вторая по поводу того, чтобы проверить медицинское здоровье. Там, зубы я тоже делал. Вот. Итак, вот он чистый бланк. На этом чистом бланке можно увидеть название революционного лагеря. Это контр-костер-каунти-детейшн-флатилити. Здесь вы пишете от кого, куда, дату, место, в которое вы обращаетесь. Это может быть медицинское учреждение, это может быть кухня, это может быть библиотека, это может быть школа. То есть, если вы хотите в школу английского языка, то есть, вы пишете то место, куда вы пишете, ну, я имею в виду, к кому вы обращаетесь. И здесь суть вашего вопроса. Дальше вы подписываете и отдаете это шерифу, который находится в центре зала, о котором я говорил, который курирует два блока. Он берет ваше письмо, он его резервирует, он пишет, что да, он его получил, и дальше вы ждете. Вы получаете, здесь два листа, один остается у него, самый главный, белый, а желтый и красный остается у вас. И вы в любой момент можете прийти и показать, что вот я написал, какая там ситуация. То, что делал я, то есть, то, что писал я. Это связано с лечением и связано с изменением питания. Итак, это внутренние документы. Все вопросы, связанные с внутренней жизнью лагеря, можно решать именно исключительно под этими бумагами. Следующий момент, когда вы хотите связаться со своим офицером в службе ICE, вы используете вот такие вот бланки. Этот бланк отправляется непосредственно вот в это учреждение. И здесь нужно написать дату, когда вы обращаетесь в свою фамилию. Дальше дату рождения. Дальше вы вписываете из вашего, вот этого браслетика, то, что было у меня, свой номер. У меня он был SS17J и так далее. Дальше вы пишете свой номер комнаты. У меня была комната 6B. Дальше вы пишете то место, в котором вы находитесь, потому что они курируют два иммиграционных лагеря. Я был в Contra Costa, я писал Contra Costa. Следующее, пишите свой иммиграционный номер. Обычно он дается тогда, когда вы общаетесь перед вторым интервью и получаете вот этот вот номер. Следующее, вы пишете язык, на котором вы говорите. Вы можете это писать на русском языке, можете на английском. Я обычно дублировал, писал и на русском, и на английском. Здесь я обращался к иммиграционному офицеру в ICE с просьбой предоставить мне возможность пополнить мой личный счет-аккаунт, чтобы я мог звонить за свой счет за рубеж, в том числе и Россию, покупать какие-либо продукты внутри лагеря. Это возможно. Можно купить воду, сладкую воду, чипсы, печенье, суп и так далее. То есть все это возможно. Кроссовки, носки и прочее. Это все можно покупать со своего аккаунта, но пополнить его можно в офисе ICE. Чтобы это сделать, необходимо заполнить вот такой вот бланк. Также вы можете встретиться для того, чтобы узнать по поводу вашего решения относительно ближайшего интервью или того интервью, которое вы прошли. Ну и так далее. Я, кстати, в этом письме еще просил, чтобы мне дали карманный переводчик. То есть также он отправляется... Есть такие почтовые ящики прямо на территории лагеря. Вы к нему подходите, складываете и бросаете. Все. И после этого вы получаете на следующий день копию, на которой написано, что копия принята, вернее оригинал принят, у вас копия на руках. И так это второй документ для общения с теми, кто внутри лагеря, и с теми, кто снаружи. Итак, я оказался на втором интервью. То интервью, на котором я отозвал свое заявление о статусе асайлум. Что было? Мы встретились... Кстати, перед вторым интервью вы обязательно встречаетесь с помощником офицера по статусу асайлум. Вам дают вот такую вот памятку. Памятка будет на русском языке, и вы под ней подписываетесь. Здесь расписана вот такая вот памятка. Здесь расписано о том, что будет собеседование, цель собеседования, то, как будут задаваться вопросы, кто будет проводить, с кем вы можете консультироваться, описание собеседования, потребность переводчика, последствия постановления службы иммиграции, что опасения сочтения не обоснованными, возможность оспаривать, ну и так далее. Вы это получаете, вы это читаете, вы подписываете. Это делается вот здесь, на последнем виске. Кстати, тут же используется переводчик, и у каждого переводчика есть номер. В данном случае у нашего переводчика был вот такой номер. Вот. Вы подписываете, эта бумага находится у вас. Обычно интервью назначается на следующий день, либо через день, после того, как вы встречаетесь с помощником асайлума офицера. Как только вы это сделали, вам дают вот такой вот листок, в котором расписывается день назначения и время интервью, второго интервью, самого важного. Здесь также вы подписываетесь о том, что вы будете общаться по-русски, что со здоровьем у вас все в порядке, что вы знаете, что интервью будет тогда-то, тогда-то, и по времени оно займет столько-то, столько-то. И адрес. В данном случае у нас интервью проводилось по адресу 630, Сан-Сон-Стрит, 6-й этаж, Сан-Франциско. Ну, вот здесь. Это офис Айс. Итак, дальше, когда я пообщался с помощником асайлума офицера, я сказал, что я хочу интервью как можно быстрее. Обычно это, как я говорил, на следующий день, либо через день. Здесь я подписался, что я хочу, чтобы интервью было проведено в ближайшие 48 часов. Это я тоже отправлял. Вот такой вот листок, я по ним подписывался. Вот. Еще один важный момент. Ребята, сразу хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Помощник офицера асайлум даст вам вот такой листок. Здесь адвокаты бесплатные, с которыми вы сможете взаимодействовать. Но здесь нет ни одного адвоката, который общается по-русски. Тут может быть язык мандарин, китайский, вьетнамский, хинди даже есть. Но испанский, тамил, итальянский. Но русского языка вы здесь не найдете. То есть, когда мне дали этот листок, я тоже под ним подписался. Это было 16 мая. Но так я им и не воспользовался. Дальше мне дали адреса адвокатов, которые платные. Но пока у вас нет на аккаунте денег, позвонить за счет адвоката, даже за платного, это маловероятно. То есть, это вопрос о том, что готовиться нужно заранее. У вас все телефоны, все должно быть уже в руках, чтобы вы не испытывали такие трудности, которые испытывал я. Сразу скажу и повторюсь, я не готовился к подаче на убежище. У меня не было таких планов. Дальше. Ну, в принципе, все. Когда вы проходите интервью, второе интервью, на этом интервью вы можете поддержать свою просьбу, предоставить вам политическое убежище, либо можете отказаться. В моем случае я отказался, потому что я не был готов и не планировал подавать на статус беженца в Соединенных Штатах, потому что у меня многое другое, другие планы относительно США и вообще своей миграции. Подписывайтесь на наш канал. Ждите наше пятое видео. Пятое, шестое видео я буду рассказывать о том, какие там есть развлечения в иммиграционном лагере. Я буду рассказывать о том, как я возвращался обратно, что такое фритайм и так далее. Думаю, что многим это интересно, особенно тем, у кого множество отказов в американской визе. Вы можете спокойно въехать через Тихуан. Мы поможем вам сформировать кейс здесь и передадим вас в надежные руки нашего адвоката. Ну и в Мексике сейчас в данный момент есть у нас друзья, которые вам помогут пройти этот этап, потому что самое сложное в Мексике – это очередь. Очередь бывает там и 3, и 5 дней, и из нее выходить нельзя. Но опять же есть исключения, о которых я вам буду рассказывать в будущем. Подписывайтесь на наш канал, переходите на наши сайты, подробности под видео. И еще, ребята, прежде чем пользоваться услугами людей, которые предлагают вам сделать кейс, которые предлагают вам поехать в Мексику, выясните, выигрывали ли они вообще сами этот процесс, были ли они там, знают ли они это и так далее. Потому что есть блогеры, особенно те, которые живут в Нью-Йорке, которые продают людям кейсы, делают кейсы. Но сами они почему-то этим не пользуются, они предпочитают эмигрировать по визе К1. Есть у нас такой пример, человек, который активно занимается кейсами в Нью-Йорке. Многие о нем знают, и я говорил в прошлом видео об этом товарища, у которого мы покупали франшизу и который в итоге нас обманул. Сам этот человек никогда не проходил никакого интервью, он подал на кейс, и буквально через три месяца он его отозвал и запросил визу К1. Ну, ему так повезло, да, он нашел себе брат. То есть пользуйтесь теми людьми, которые сами проходили этот путь. Мы проходили, и из-за этого я могу вам с уверенностью сказать, как будет интервью проходить, потому что я сам его проходил. Какие будут вопросы, как к нему готовиться, как готовиться к иммиграционному лагерю, какие особенности жизни в иммиграционном лагере, какого адвоката брать, почему адвокат должен быть свой и так далее. Эти моменты, они важны, потому что это мой опыт, и я сам лично через это проходил. Те, кто не проходил, они могут только вам рассказывать истории и больше применить свою теорию. Так, не делайте ошибок. Всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok